Здравствуйте дорогие друзья! Вы находитесь на канале ветеринарной клиники Биовед и тема сегодняшнего выпуска ТОП 5 самых необычных домашних животных. Что ждет человека, если вдруг вместо кошки или собаки ему захочется приютить у себя дома на суху, варана или суриката? Мы составили список пяти самых необычных и экзотических животных, которые все чаще заводят в городских квартирах. На пятом месте носухи. Эти зверки лесные животные, ведущие дневной образ жизни. Для комфортного обитания в квартире им необходимо большое пространство. Вольер стоит оборудовать домиком для ночевки, не забывая выделить место для миски с едой. Лоток в это жилище можно не ставить. Носуху достаточно сложно к нему приучить. Это один из главных нюансов их содержания. Хозяева носух предупреждают, что если ваш выбор пал именно на это пушистое создание, то нужно быть готовым к тому, что теперь ваш график придется перестроить под нового обитателя, потому что они просыпаются рано и незамедлительно начинают активную деятельность. По своей натуре носухи всеядны. Чаще всего их кормят отварным мясом, сырыми и отварными яйцами, овощами, кашами и фруктами. На четвертом месте лори. Большеглазые зверюшки ночные и довольно скрытные животные, поэтому в клетке обязательно должно быть укрытие, в котором питомец будет спать или хотя бы прятаться от недоброжелателей. Эти животные нуждаются в любви, нежной заботе и дружной компании, но при этом стоит учитывать, что они совсем не подходят для частого физического контакта, так как при таких манипуляциях испытывают стресс. В еде лори настоящие гурманы, они любят экзотические фрукты, каждый день им необходимо давать живых насекомых. Иногда можно кормить отварным куриным мясом, сырыми яйцами, предпочтительно перепелиными и молочными продуктами. На третьем месте варан. Приобретая варана, стоит учитывать, что в своем содержании он очень привередлив. В домашних условиях потребуется террариум, который как минимум в 6 раз превышает длину, размер головы и тела. Варана это плотоядные ящерицы с прекрасным аппетитом. Они едят практически все, грызунов, насекомых, мясо, яйца, птицу. Главное не перекармливать животное и нагружать физическими упражнениями, повышая его активность. Вараны очень дружелюбные животные, однако слишком доверять им все таки не стоит. Даже абсолютно ручной варан может внезапно атаковать владельца. На втором месте фенек. Ушастый малыш ведет ночной образ жизни, поэтому хозяевам стоит приготовиться к неспокойным вечерам. Опытные зоопсихологи успокаивают будущих хозяев, говоря, что приучить спать зверей ночью все же можно. Листически в домашних условиях хорошо и спокойно уживается с другими животными. Они очень подвижны, им нужно много пространства, поэтому маленькая квартира для них не подойдет. Идеально будет просторный вольер или отдельная комната, в которых условия жизни лисенка будут максимально приближены к природным. А в доме должно быть очень тепло, ведь родным пенек из жарских мест. Кормить их можно кашами, не забывая о фруктах и овощах. На первом месте сурикат. Это зверек семейства монгустовых, обитающих во многих районах южноафриканского континента. Они довольно активные и любознательные, вне зависимости от возраста. А в природе сурикаты живут в норах, поэтому домики им лучше выбирать удлиненной формы. Зверки очень умны и контактны, что легко позволяет найти с ними общий язык. Но прежде чем заводить этих милейших животных, убедитесь, что в вашей квартире им будет достаточно места. Лучше заводить не одного суриката, а сразу двоих, чтобы они могли играть и заботиться друг о друге, ведь на воле животные живут большими семьями. Они достаточно теплолюбивы, поэтому стоит заботиться о том, чтобы зимой был дополнительный обогрев. В еде сурикаты не особо прихотливы. Можно кормить мясными, рыбными и молочными продуктами. От тараканов и прочей живности они тоже не откажутся. А на этом наш выпуск подошел к концу. Ставьте лайки, если это видео было вам полезно, а также подписывайтесь на наш канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых и полезных видео от ветеринарной клиники Биовед. Всем пока и до новых встреч!